Продолжение следует... Никого не сожрет. А также два вот таких вот мосипуськи. Очень милашные создания. Пойдем-ка залезем в аквариум. Выкинем одно яйцо, которое мы нашли в лавовом биоме. Вот такое вот. Посмотрим, что из него вылупится. Ну, а мы сейчас попробуем... О, тихо, тихо, тихо. Не подплывай ко мне. Слава богу, он безобиден, но все равно он довольно здоровый. Он больше, чем моя голова, на самом-то деле. Так, нам нужно отсканировать вот этих вот мосипусек. Его зовут Ласка. Иди сюда, Ласка, да, я тебя отсканирую. Ласка. Милкая травоядная серого цвета. Демонстрирует высокий уровень интеллекта. Данные предполагают, что Ласка способна понимать и исполнять простые команды, помимо способности оценивать эмоциональные состояния окружающих и, соответственно, реагировать. Прикольно. Короче, это местный друган мой, да? Иди-ка сюда, я тебя возьму. Я читал комментарии, мне кто-то писал о том, что если я его выпущу, я смогу с ним пообщаться. Другана я выпущу вот здесь вот, рядом с нашей базой. Где он мой пупсик? Иди сюда, пупс. Пупс, нифига себе. Куда ты поплыл, э? Не вздумай убегать только от меня. Пупс, мупс. Поиграй с рыбой. Я хочу поиграть с тобой. Сейчас я поиграю. Иди сюда, пупсик. Ой, ты милаш какой, пузяху ему почесал. Стой, подожди, я еще хочу с тобой поиграть. Где ты? Что ж такое-то? Куда он вечно уплывает? Улетает. Я за ним не успею. О-о-о. Вот он. Иди сюда, иди сюда. Ну все, походу я ему только пузо могу почесать, да? Также я могу его попросить, чтобы он следовал за мной. Пупсик, следуй за мной, пожалуйста. Пошли. Я его не буду звать Лайска, я его буду звать Пупсик, потому что это название соответствует ему. Ну все, он вроде бы должен за мной плыть, но что-то как-то... Вроде плывет с лужей. Будет меня защищать от всяких левиафанов, женицов и прочих. Реально, он за мной плавает, ты смотри-ка. Вот он красавчик. Ой, иди сюда, я тебя поглажу, иди сюда, еще раз поглажу тебя. Вот, ой, я ему печеньку дал, смотри-ка. На дворе уже наступила ночь, возвращаемся на базу. Нам нужно с тобой соорудить синюю скрижаль. Давай мы ее сделаем даже не одну, а несколько. Где она у нас? Вот она, синяя скрижаль. Нужен ионный куб и кианит. А кианит я забыл достать из краба. Пойду доставать. Ну все, все ингредиенты собраны, делаем эту скрижаль. О, еще ни разу не делал здесь скрижалей. А также нам нужно сделать с тобой ионную батарейку. Где она, где она, где она? Вот она. Ионная батарея нам нужна для ракеты. Из нее мы потом сделаем вот такую ионную энергоячейку. Ионная энергоячейка готова! Быстренько пошли к ракете. Сейчас достроим оставшуюся часть. Приступаем к строительству топливных баков. Погнали, дрончики, погнали, давайте. Не ленитесь. Ух ты, смотри, там уже и название проявляет. Да что ж такое-то? Вечно я смотрю наверх и падаю из этой платформы. Там уже название Нептун даже видно на топливных баках. Вон, смотри, Нептун. Написано, правда, плохо виднеется тут, но виднеется. Вон. Смотри-ка! Уже и дверца появилась. Интересно, я зайти могу туда посмотреть, что там, как там? Войти в ракету. Нифига себе, мы уже можем зайти в нее, прикинь. Зайти можем. Вспомогательный источник питания. Дергать пока ничего не будем, а то, мало ли, взорвемся еще, не дай бог. Ракета же не достроена, вон, смотри. Дырки одни сплошные сверху. Тут еще один рычаг. Коммуникационная антенна, ага. И третий рычаг, точно, он тут есть. Гидравлика. Все, вроде бы здесь все. О, ячейка есть, нифига себе. Это я сюда кофе, чипсы и прочь всякой лабуды натолкаю. О, водички, например. Давай туда две бутылочки водички уже закинем. Ладно, давай все-таки на рычаги дернем, посмотрим, что произойдет. Давай. Вот так. Вспомогательный источник питания активен. Лампочка загорелась. Пойдем дернем следующий. Ага. Антенна коммуникационной системы активна. И последний. Гидравлика. Магнитание гидравлики. Все. Все системы запустил. Но полететь, полететь пока мы не можем. Потому что, собственно, кабины управления у нас еще нет. Ладно, пойдем посмотрим, что там нужно для кабины управления. Опустите нас, пожалуйста, вниз. Как можно скорее. Итак, кабина Нептуна. Ух ты, генератор щита циклопа нужен. Генератор щита у нас, скорее всего, есть где-нибудь вот здесь. Циклоп. А, здесь только модуль глубины. Ну, блин. Придется тащить свою задницу на циклоп. Дело в том, что он остался в той пещере. Я вернулся обратно на крабе. Так как у циклопа опять сели батарейки. Ёкарный бабай. Короче, прошел полпути и вспомнил, что забыл Пупсу сказать, чтобы он за мной не следовал. В итоге он наплыл со мной прямо сюда. Правда, сюда он уже пробраться не может, потому что здесь нет воды, здесь кислород. Так что, ладно, Пупс, ты там поаккуратнее, а то там где-то дракон плавает. Ну, если что, ты ему накостыляешь. Ага, я в тебя верю. Так что, жди здесь. А мы пойдем к нашему императору. Поболтаем с ней. Или с ним. Я даже не знаю, это она или он. Потому что у них здесь нет пола, как мы с тобой выяснили. А вот это ты говорил, что это изготовитель ионных кубов. Именно вот эта штука производит ионные кубы. Интересно, а достать я их оттуда смогу? Если залезу. Смотри-ка, реально. Если я подберусь туда на своем корабе, я смогу распилить этот ионный куб. Подожди, 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 подожди. Опустись обратно. Да что ж такое-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Сейчас мы это все дело соберем. Ну, собственно, вот. Мы все это дело распилили. Надеюсь, что в скором времени здесь снова появятся ионные кубы. Воу! Ты смотри, 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 смотри! Вот как изготавливаются ионные кубы. Прикольно. А как долго он будет их изготавливать? Офигенно, конечно. Я так понял, это процесс длительный. Мы не будем за ним наблюдать. А, сразу пойдем вот сюда. Ставим нашу скрижальку. Ей! Мы можем туда пройти. Но пойду я туда в крабе. Краб, хорош сидеть. Пошли работать. У нас еще куча работы. Что же у нас там? Очень огромное пространство тут. Воу! 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 Офигеть! Вот это местечко. Очень такое, знаешь, любопытное. О! Водичка. Мы можем туда занырнуть, да? Я лучше аккуратненько спущусь. Вот. Вот здесь. А вот туда мы можем забраться с тобой или нет? Давай попробуем при помощи нашего крюка. Оп. Вот так вот. Ну давай, подтягивайся, подтягивайся, крабик. Не, походу у нас не получится это сделать. Слишком я тяжелый. Ну да, что-то на портал похоже. Но непонятно. Ладно. Пойдем в воду спустимся. Посмотрим, что у нас там. Надеюсь, меня там никто не сожрет. Оп. Воу! Текущая критическая глубина 1300. О! 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 Какая ты здоровая! Ты хочешь поиграть? Другие пришли сюда однажды. Они построили эти стены. Они играли. В одиночку. Они утомили меня. Теперь их нет. А взамен у нас есть ты. Нам интересно, будешь ли ты плыть по течению, или будешь бороться с ним, как они. Капец ты здоровая. Ничего, все? Поболтали и хватит? Куда ты уплыл, а? Мне вниз за тобой, что ли, плыть? Пупс, ты не покидай меня только, ага. А как ты вообще сюда пробрался? Читер маленький. Ладно, пойдем. У меня перестал ломаться краб. Чудеса. Хотя мы на глубине 1476 метров. О, на спину, на спину хочу к ней взобраться. Мадам, подождите, подождите, подождите. Получится ли у меня запрыгнуть к ней на спину? Бегу навстречу я к тебе, мадам. Есть, я к ней на спину взобрался. Обнаружены необычно пассивные модели поведения ближайших хищников. Причина неизвестна. Там вон портал есть, смотри. Весь в песке, весь закопан. О, а тут что? Что это такое? А, это походу яйца. Реально. Это ее яйца, они прям такие интересные. Ну-ка, я вылезу. Давай-ка сканернем. Инкубатор. Вот это устройство, это инкубатор. Ну, инкубатор мы все знаем, что это такое. Это штука, которая позволяет вырастить яйца без матери, грубо говоря. Сканирование окружающей среды показало, что вода здесь богата редкой, похожей на планктон формой жизни, которая зависит от органического детрита, выделяемого окружающей ее экосистемой. А это у нас яйца морского императора. Пойдем-ка поднимемся вон туда. Хочу прямо посмотреть, что же, почему здесь закопали этот телепорт. Очень прям любопытно. Или, знаешь, тут, может быть, от времени песочек накопился, а телепорт рабочий до сих пор. Надеюсь, мы это выясним. В общем, здесь у нас есть возможность поставить ионный куб. Вот эта вот штука. Сейчас, сейчас, сейчас попробую. Да, точно, мы можем ставить сюда ионный куб. Брайтон, ты не против, если я... Она так подпула, смотри, как она на меня смотрит. Опа, она села. Она присела. Ты что, за мной наблюдаешь, да? Ну-ка, я к тебе подплыву, подожди. Ага, и она уплыла сразу. Все, я понял, значит, мне нужно вставить ионный куб. Типа, если я не вставлю ионный куб, мне неинтересно за тобой наблюдать, да? Где ты, детка? Красотка моя. Я буду вставлять сейчас ионный куб, давай, посмотри на меня. Смотри-ка, развернулась, сейчас сядет на свой трон. Блин, какая же она огроменная. Больше, по-моему, чем дракон. Да, все, она присела. Итак, шоу начинается, мадам. Все только для вас и ради вас. Я вставляю ионный куб, смотрите, как это все дело происходит. Так, я не понял. Простите, у нас тут загвоздка, кажется, я не взял ионный куб. Да, подожди секундочку. Крабик, 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 крабик. Крабик. Мне нужен ионный куб. Вот так. Спасибо, спасибо. Краб меня всегда выручает. Так, шоу продолжается. Вставляем. Воу, 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 воу. Ну куда же вы? Моим детям нужно вылупиться. Играть не здесь. Мы здесь уже очень давно. Другие построили проход, чтобы выходить во внешний мир. Я просила их об этой свободе, но они не слышали меня. Если ты поможешь, я добровольно отдам то, что другие тщательно пытались отнять. Ааа, вот этот вот проход на свободу. Тихо, 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 тихо. О! Эээ, спасибо. Я как раз рассуждал, что же за телепорт вот это вот. Спасибо, мадам. Че, мне ионный куб сюда поставить, да? Ладно, ладно. Какие у тебя шикарнейшие шупальцы. Смотри, какие они классные. Надо же ее отсканировать, я ее так и не отсканировал. Подожди, тетя! Эх, упустил свой шанс. Ух ты, я могу это дело отсканировать. Это арка аквариума, это не простой телепорт. Давай сканировнем. Сканирование показало, что эта арка не активна с тех пор, как комплекс был заброшен. Вероятно, она служила точкой доступа на поверхность планеты. Она слишком мала, чтобы пропустить императора. Но организмы меньшего размера могут пройти. Ясно, я понял. О, ты вернулась? Итак, мадам, шоу продолжается. Все ради вас. Еще один ионный куб сейчас поставлю. Смотрите, как это происходит. Дело в том, что у вас ручек нет. Вы не способны на то, что способен я. Поэтому я скажу, что это мэйджик. Я делаю магию. Смотрите, в общем. Вставляем ионный куб. И... Сим-Сим, откройся! Видал? Видал, да? Ай, по-моему, я не впечатлил ее. Через проход, открытый тобой, мои дети, наконец, покинут это место. Но сперва они должны понять, что время пришло. И нужно освободиться от скорлупы. Это то, чего другие не могли добиться от меня силой. Тебе же я даю этот секрет добровольно. О, инкубационные фираменты. Она мне подарила чертеж. Спасибо, мадам. Спасибо, вы очень добры и щедры. Я, короче, залез в крабом и хочу отправиться в этот телепорт. Посмотреть, куда же ее детки, ну, вот этой вот императрицы, собственно, попадут после того, как они вылупятся. Пойдем. Ого! Вот оно чего! Возле инопланетной базы, где есть пушка. А вот она, да, телепорт. Мы с тобой ранее его уже видели и находили. Так что теперь понятно, куда попадут детеныши императрицы. Императрицы, я все проверил. Там все огонь, правда, там возле инопланетной базы, куда портнутся твои детишки, плавает женец. Если тебя это не беспокоит, то, в принципе, мы можем продолжать. Вот. Что мне здесь нужно сделать? Что это такое? Инкубатор. Ввести инкубационные фираменты. А, это те фираменты, которые она мне, в принципе, дала. Что, начинать, что ли? Смотри, я краба поставил на нее. Крабик, стой. Тихо, не падай. Кстати, отсканировать ее, к сожалению, не получается. Я вот в упор подплыл. Смотри, какие у нее ноздри. Ух. Она похожа, кстати, если честно, на черепашку. Чем-то, чем-то. Какой у нее рот. Открой, пожалуйста, ротик. Я посмотрю, что у тебя там. Может, у тебя там кариес. Жалко, я тебя отсканировать не могу. Какие у тебя голубые глаза. Красавица, красавица. Так, крабик у меня упал. Сканирование показало, что, в отличие от других инопланетных комплексов, это место поддерживает разнообразную и здоровую экосистему. В данный момент этому нет объяснения. Нет объяснения, потому что все, что здесь находится, поддерживается благодаря вот этой вот императрице. Именно благодаря императрице эту планету еще не сгубила инфекция Хара. Вот эти пескуны светящиеся, это те пескуны, которые съели тот самый фирамент и теперь обладают целительным эффектом. Если их какая-нибудь другая сущность сожрет, то она исцелится от болячки. Такие-то дела. Ну что, мадам, вы готовы? Я ввожу инкубационные фираменты. Что-то, что-то не водится. А-а-а, подожди, 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 я понял. Короче, вот он этот фирамент. Она же мне дала чертежи по этому фираменту, поэтому мне сейчас нужно вернуться на базу, собрать все вот эти вот семена, сделать фирамент и вернуться сюда. Хорошо, что хоть телепорты она открыла. И до дому теперь уже не так уж и далеко. До дому нам сейчас еще рановато. Надо же до циклопа добраться, чтобы сделать щит циклопа для нашей ракеты. Ладно, вначале идем до циклопа, а потом домой. Ну, наконец-то, прибыли. Вот она, моя ласточка, император Морей. Целехонький стоит. Слава богу, его тут никто не раздербанил. Э, пупс, вот четырега маленький, а. Ты как сюда попал? Ты что, сквозь стены, что ли, умеешь ходить? Я не понял. Теперь выбраться не может. Ну-ка, давай поиграем. Я с ним могу поиграть. Он мне дал пятюню. Красавчик. А печеньку будешь? Конечно, будешь. Слушай, я не знаю, как ты сейчас выберешься наружу. Ну, давай вылазить отсюда. Опа. У нас еще много дела с тобой. А также нужно посмотреть, вылупился ли кто-нибудь из того яйца, которое мы с тобой закинули. Так, о, во. Вот этот красавчик у нас вылупился. Смотри какой. Это же лавовый ящер. Который умеет пуляться лавой. Итак, все ингредиенты собраны. Сейчас мы соорудим этот щит. Генератор щита циклопа. Дроны, подъем. Пора доделать нашу последнюю деталь. Кабину у капитана. Построить. Надо, короче, быстренько добежать до лифта. Подняться наверх, посмотреть, как это все там достраивается. Если я, конечно, успею. Я ж такой медлительный. Дрончики там уже, наверное... Давай, давай, давай. Давай, поехали. Давай, шустрее дрончики, пока работают. А, нет, дрончики уже достроились. А, нет, еще строят, смотри-ка. Но сейчас, походу, я как раз приеду, и они достроят. Че так громко-то? Ракета полностью готова. Ну что ж, раз готова, пойдем внутрь зайдем и посмотрим на полноценную нашу ракету. Ага. Здесь у нас уже все активировано. Поднимаемся на второй ярус. Опа. Ну давай, шустрее. Че-то как... О, нифига себе, там у нас ядро было. Ты видел, как оно светило? О, кабина капитана. Офигеть, что это у нас? Включить главную центральную панель. Давай попробуем включить. О, система главного компьютера активной. Какой писклявый и нудный голос. А здесь у нас что? Подготовить капсулу времени. О, капсулу времени можем замутить. Ну давай, давай оставим капсулу времени кому-нибудь. Так. Изображение можем оставить? Ну, ну. Какое бы изображение? Ладно, давай изображение аквариума оставим. У меня больше в принципе ничего нет. Так, и сообщение. Good luck. Так, что мы оставим ему в капсуле? Давай оставим синюю скрижаль. Фонарик, термоклинок, кианит, серебро. Ну и собственно огнетушитель. С чего все и началось. Если ты помнишь, когда мы только упали на эту планету, в капсуле разгорелся пожар. И мы тушили это все дело огнетушителем. Так что огнетушитель. Мне кажется, это просто офигенная капсула. Кто ее найдет, тому очень жестко фортанет. Все! Капсула времени готова. Что еще здесь мы можем подготовить? Включить систему жизнеобеспечения. Давай включим. Системы жизнеобеспечения активны. Все системы готовы к взлету. Это конечно здорово. О, как меня потрясывать. Тихо, тихо, не трясись. Это конечно здорово. Но мы еще с тобой не отключили пушку на инопланетной базе. И вероятно, что мы взлетим очень мало. Но мы попробуем. А капсула времени сбросится тогда, когда мы только взлетим. Давай присядем. Невозможно запустить ракету, пока работает карантинная охранная платформа. Ну в принципе это было и так понятно. Об этом также очень много было комментариев о том, что я не взлечу, пока не отключу систему карантинной охраны. Поперли собирать ингредиенты для нашей императрицы. Мы доплыли до инопланетной базы, где есть телепорт к нашему императору. Остается только опуститься чуть ниже, на дно. Где мы активировали телепорт. Вон он, телепортик у нас видится. Сейчас мы к нему подплывем. И попробуем телепортнуться вместе с нашим циклопом. Да, мне кажется, что мы в этот телепорт, ну, тупо не вмещаемся. Мы слишком огромны для него. Но попытаться мы обязаны. Так. Давай, 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 давай. Носиком хотя бы войти в этот телепорт. Ножи. Нет, мы не влазим. Ладно, тогда оставим циклоп здесь. Посмотрим, как это выглядит снаружи. Так. Оу! Вот это поворот. Вот этого я вообще меньше всего ожидал. Я плаваю в своем циклопе. Офигеть. Нам нужно срочно... Давай. Чуть-чуть приподнять циклопика. Весь прикол, что я теперь не могу сесть за штурвал. О! Наконец-то, выплыли. Короче, ты посмотри, как это все со стороны выглядит. Вот эта махина пытается пролезть сквозь телепорт. Но это просто капец. Да. Я чуть-чуть не подрассчитал. Хе. Ладно, в любом случае нам нужно войти в телепорт. Короче, что нам нужно? Нам нужно сейчас с тобой попутешествовать немножечко по тем телепортам, которые мы видели в центральном зале. Там четыре телепорта, которые нас приведут именно туда, где и находятся ингредиенты для проверки с фироментами нашей императрицы. Э? Ты видел? Что это с моей рукой было? Итак, вот он наш первый телепорт. А здесь нам нужен вот этот вот цветочек. Вот эта вот штука светящаяся. Сейчас мы ее соберем. Стебли глаз. Есть ингредиент. Знаете, в чем прикол? Что ингредиентов у нас пять, а телепортов всего четыре. Есть вероятность, что один ингредиент нам придется самому поискать. Или же в каком-то телепорте их целых два может нам встретиться. Вот он у нас, призрачный венец. Сейчас мы его соберем с тобой. Аккуратненько. Главное в кислоту не попасть. Призрачная водоросль, давай. Вот так-то. Есть ингредиент. Нам нужен вот этот вот клубни-куст. Есть. О! До капсулы уже до пола. Нифига себе. И ни одного морского венца. Это прям странно. Словно их вырезали все. Но я-то помню, что он где-то здесь был. О! Неужели нашлась? Че ж ты так от меня хорошо пряталась-то, а? Красавица. Изготовитель где-то у нас. Вот он, красавчик. Наша вакцинка. Вот она. Инкубационные фираменты изготовить. Ну что, мадам? Вы ждали этого всю вечность. И я исполню ваше желание. А теперь пузырите великую магию. Только я могу это сделать. Втыкаем. Опа-па-па. Смотри, как они вылупляются. Классно. Офигеть. Вот это анимация. Пупсики, пупсики. Отсканировать можно? Живого-то я еще не сканировал. Так, 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 так. А можно с ними поиграться, как с моим питомцем дома, который у меня остался? Есть. Детеныш морского императора. Смотри, они к мамке поплыли. Красавцы. Подожди, а где все? Почему двое только уплыло? А где остальные? Я их что-то не вижу. А где еще? Раз. Два. Два. Три. А еще парочку где-то было. А, вот плавать снизу. С подо мной. Да, вот это скорлупень, конечно. А можно я в эту скорлупу залезу и буду типа в коконе? Смотри, смотри, смотри. С мамкой нежится. Обнимает ее, трутся возле нее. Можно я тоже потрусь? Пообнимаюсь. Вот так вот, лбами давай с тобой. Бом. Ну что скажешь? Красотка. Детеныши твои вылупились. Что происходит? Эй. Эй. Мои дети плывут к мелким водам. Спасибо тебе. Их свобода – это мой конец. Интересно, каково это – заснуть и никогда более не проснуться? Быть может, в нашу следующую встречу я буду течением в океане, что несет семена в новые земли. Или существом не столь мало, что видит между песчинками целые пропасти. Прощай, мой друг. Давайте, плывите, мальцы, плывите. На свободу. Вы заслужили ее. Кстати, они за собой оставили вот такую штуку странную. Чуть такое, можно отсканить? А, нет, нельзя. Коснуться концентрированного фирамента 42. Ух ты, это ж мое лекарство. Хватаем. Фу, какое оно липкое. Противное такое. Ты посмотри, оно прилипло ко мне. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Только не еще одна болячка. Вау, мне стало легче. Смотри на мои руки. Кажется, я излечился. Офигеть. Спасибо тебе, огромное. Пришелец, императрица. Жалко, конечно, что ты уже все на последнем издыхании. Было приятно с тобой познакомиться. Прощай. Пойду проведу, как там твои детишки. Выбрались ли они или нет. Ребятишки, кажется, уже уплыли. Но оставили за собой след. Они тут тоже фираментов напускали. Смотри, сколько. Блин, а куда же они могли поплыть? Ребят, тут есть еще жнец где-то плавает. Аккуратней. Надеюсь, вы наваляете ему люлей. Толпой-то против одного жнеца. Че нет-то? Ну что, мы с тобой вылечились. А это означает, что пора бы отправиться на инопланетную базу и отключить пушку. Благо мы совсем рядышком. Сейчас заплывем вместе с циклопом в их пристыковочную станцию. Двигатели запущены. Ну что, помчали? Давай, задний ход. Так. Запрашиваю разрешение зайти в порт. Хотя это сложно назвать портом. В принципе, поскольку там никого нет, разрешение запрашиваю сам у себя. Так что я себе разрешаю. Заходим. Аккуратненько так. Эй, эй, эй. Я не понял, это какого лешего у меня затопило мою подлодку? И ты посмотри, она до сих пор затапливается. Ну что, машина со страшной иголкой? На самом деле, у нее такая огромная иголка, что можно руку не просто проткнуть, а там и кость сломать. Можно такой иголкой. Так. Я, кстати, не отсканировал эту штуку. Серьезно? Ну, давай под конец игры сканирнем хотя бы. Вот так. Че? Толкаем свою руку, значит? Только аккуратненько, пожалуйста. Так, как я не люблю этот момент. Да пусаты, какая глища там. Жесть. Ай, больно, какая. Моя кость. Че скажешь? А? Правильно, втащить ей надо было. Вау. Вау. Включите свет, пожалуйста. Кажется, моя кровушка парализовала всю систему инопланетную. Так. Пушка, кажется, отрубилась, да? Вот это звук. Кажется, я отключил весь карантин на этой планете. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. Потому что если сюда кто-нибудь прилетит, и его не собьют, то он заразится, и может улететь на другую планету, и там всех поперезаражать, и, короче, есть вероятность заражения других планет. Поэтому здесь пушка и стоит. А я ее отключил. Я сейчас улечу, и никто ее не включит. Вот такие мои рассуждения. Короче, можно назвать меня засранцем своего рода. Но сила выжить сильнее, чем быть обычным засранцем. О, да, моя ракеточка. Ну что, циклоп, прощай. База, прощай. И вечно горящая Аврора. Почему ты еще не потухла? Я до сих пор не могу понять. Прощай, короче, Аврора. Наконец-то я свалю с этой планетки. Увижу другие лица других людей. Они долбанных рыб. Ну, кстати, левиафанчик последний был крутой. А, зачем я сюда встал? Кстати, а я же могу перекрасить ракету? Конечно могу. Ну вот под конец тогда и покрашу ее. В черный цвет, вот так вот. Полностью черная. И назову ее НЛО. Когда меня встретят, просто людишки обосрутся. Скажут, НЛО, НЛО летит. Значит, взлет осуществляю ночью. Чтоб никто меня не видел, не запалил. Не сбил. Последние шажки. Последний подъем. И я улетаю от Сейдева вон. Так, капсула у меня была заряжена. Капсула очень богатенькая. Кому она достанется, я даже не представляю. Ну что? Это было прекрасное приключение. Но, к сожалению, скучное. Мне не с кем было поболтать. Мой питомец там остался. Черт подери. Ну, взять я его с собой уже не могу. Ладно, фиг с ним. Пускай возле домика моего плавает. Погнали! Готовность взлететь по вашей команде, капитан. Запуск через десять. Девять. Восемь. А ну, голуби, свалите. Не зрите мне на лобовое стекло. Два. Один. Полетели. Один. Ю-ху! Домой! Доставьте меня, пожалуйста, с комфортом. Капсула времени сброшена. Сейчас дамчим с ветерком. Космос. Я вижу космос. Мы пошли атмосферу. О, сколько здесь мусора, ты глянь. Внимание. Приближение к полю обломков на орбите. Серьезно? Я думал, что эти обломки раскрочат мой корабль. Поле орбитального мусора пройдено. Выполнение гравитационного разворота. Ух ты, вот это планеты. Смотри, там вон на старовок, я на нем был. А там вон Аврора разбита, я ее вижу. Подтверждение координат назначения. Ближайшие незвездные фазовые ворота. Запуск ионных ускорителей через три. Один. О, круто. У меня ж мурашки по коже бегут. Что есть волна без океана? Начало без конца. Они разные, но они связаны воедино. Теперь ты уходишь к звездам, а я падаю на песок. Да, мы разные, но мы связаны. Я тебя поздравляю, мы прошли субнатику. Но это еще не конец. Потому что у нас впереди субнатика ниже нуля. Тебе спасибо за просмотр и за то, что ты был все это время со мной. Надеюсь тебе понравилось. А если это так, то не забудь подписаться, поставить лайкос и оставить свой крутой комментарий. Ну все, пакета. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok